Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Глава округа посетил строящуюся школу в жилом комплексе Южная Битца. Не к первому сентября должны завершить школу, а к началу августа. Почему? Потому что в течение месяца должны получить лицензию на школу. Сотрудники госавтоинспекции провели акцию около кинотеатра «Искра». Детского травматизма, ну и вообще травматизма с участием средств индивидуальной мобильницы очень много. В муниципалитете продолжается диспансеризация населения. Откроем 1 сентября. Такое обещание дали главе Ленинского городского округа Станиславу Катарову строители школы на 1550 мест в жилом комплексе Южная Битца. Вместе с главой муниципалитета на объекте побывала и наша съемочная группа. Максим Козлов также оценил степень готовности учебного заведения. В лабиринте коридоров и кабинетов строящейся школы несложно заблудиться, но у главы округа Станислава Катарова надежные проводники, представители застройщика. 257 человек сейчас работают на объекте, общая площадь которого 23 тысячи квадратных метров. Ход и качество работ глава муниципалитета контролирует лично. Во-первых, сколько времени прошло до сих пор, как вы были в этом месте. А времени прошло немного. Два месяца назад Станислав Катаров показывал объект ЖК Южная Битца председателю Московской областной думы Игорю Брынцалову. Тогда же впервые глава округа озвучил планы строителей. Со всей инфраструктурой, со всем оборудованием поставляется к первому сентября. Коллеги будут здесь встречать детей. Сомнений нет? Нет, сомнений нет. Всего за два месяца объект преобразился. Внешняя отделка практически завершена, равно как и установка внутренних коммуникаций. Во многих кабинетах уже идет отделка. Строители неукоснительно придерживаются строгого плана. До 30 июня четвертый этаж будет весь мобилизированный полностью в ТХ. То есть через 10 дней четвертый этаж весь с мебелью? Да. Третий этаж будет через неделю в таком состоянии. И до 15 июля у нас будет три этажа, четвертый, третий, второй, 100% мобилизированным. Соответственно, до этого они будут отмыты, будут полностью в ТХ в мебели. На крыше здания представители застройщика рассказывают Станиславу Катарову и о ближайших планах по благоустройству территории и о работе над прокладкой необходимых коммуникаций. Для того, чтобы нам завершить теплосеть, убрать ее полностью под землю, нам необходимо, чтобы «Газпром» выполнил строительство футляра защитного. Условно, 9 метров футляра они должны закопать, чтобы мы безопасно могли пройти теплосетью под их газопроводом. Готовность школы на 1550 мест в настоящий момент составляет около 85%. Казалось бы, цифра внушительная, но глава муниципалитета уверен, расслабляться нельзя, ведь сдать объект необходимо задолго до начала учебного года. Не к 1 сентября должны завершить школу, а к началу августа. Почему? Потому что в течение месяца должны получить лицензию на школу. Поэтому мы ускоряемся. Сомнений в том, что мы откроемся 1 сентября и дети пойдут в школу, никаких нет. Но наша задача сделать это, скажем так, красиво, качественно. В ЖК «Новая Бица» проживает порядка 10 тысяч человек. И эта школа станет прекрасным подарком детям и их родителям на 1 сентября. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. По статистике, в летний период возрастает количество нарушений, связанных с самовольным подключением и отключением газовых приборов в подмосковных квартирах. Чтобы избежать утечки газа, важно знать несколько простых правил. Чаще проветривать кухонное помещение, чтобы в квартиру поступал кислород. Не загораживать решетки вентиляции и проводить чистку вытяжки. Это позволит устранять из помещения продукты горения. Осуществить проверку тяги и вытяжки можно, поднеся к вентиляции лист бумаги. Если есть притяжение, оборудование исправно. Если дома вы почувствовали запах газа, срочно звоните по номеру 112. При отсутствии вентиляционной тяги необходимо оставить заявку на сайте Добродел. На площади около кинотеатра «Искра» сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд «Безопасность на дороге», на котором в игровой форме напомнили владельцам средств индивидуальной мобильности о правилах дорожного движения. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферой. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу большое внимание уделяют информированию населения о правилах безопасного поведения на дороге. Для этого они на регулярной основе проводят профилактические рейды. В этот раз наглядно показали, как правильно объезжать препятствия на дороге водителям средств индивидуальной мобильности. Смоделировать похожую ситуацию помогли дорожные конусы, установленные на площади около кинотеатра «Искра». Посмотрим, как наши сотрудники на мотоцикле осуществляют передвижение на своем транспорте, соблюдая правила дорожного движения, соблюдая технику безопасности. Помогали проводить рейд «Безопасность на дороге» волонтеры Подмосковья, специальный мотобатальон ДПС, а также компания проката самокатов. Когда ребята попробовали объехать дорожные конусы, то из-за своей неопытности не все справились с поставленной задачей. Благодаря этому практическому занятию школьники вспомнят правила дорожного движения, предназначенные для водителей средств индивидуальной мобильности. С наступлением летнего периода и довольно-таки большого количества самокатов, которые доставляются в аренду детского травматизма, ну и вообще травматизма с участием средств индивидуальной мобильности очень много. То есть это летний период, прям большая наша головная боль. Вот пытаемся привить, показать, научить, рассказать последствия, объясняем. Всем участникам профилактического рейда «Безопасность на дороге» раздали светоотражающие элементы и сладости. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. В минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Ленинскому городскому округу провели профилактическое мероприятие «Тонировка», направленное на выявление нарушений, связанных с управлением транспортным средством, со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. При помощи специальных приборов «Тоник» полицейские проверили светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол у 78 автомобилей. В ходе рейда составлено 46 административных протоколов. Один водитель привлечен за управление машиной в состояние алкогольного опьянения. Семь за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Административный штраф за данное правонарушение составляет 500 рублей. Также составлено 38 административных протоколов за нарушения, связанные с правилами перевозки детей. Еще один водитель привлечен за использование телефона за рулем. Проверить свое репродуктивное здоровье теперь можно бесплатно. С 2024 года для женщин и мужчин от 18 до 49 лет предусмотрено прохождение репродуктивной диспансеризации. Превентивная медицина направлена на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков. Репродуктивный чекап включает в себя консультацию специалистов, исследования и анализы, УЗИ-диагностику. Для каждого пациента врач определит индивидуальный план необходимых обследований и даст рекомендации по дальнейшей профилактике или лечению. Правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек – все это основа здорового образа жизни. Но независимо от этого важно пройти репродуктивную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.